здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео всех наверное ну как всех всех кто захотел попробовать разводить свиней на глубокой подстилке интересует вопрос что делать зим летом они перегреваются ли свиньи давайте я вам расскажу по результатам содержание весной скажем так еще лето не наступило сегодня у нас 26 27 мая конец весны принципе подстилка что я хочу сказать по подстилке ну тут я принципе подсыпал два дня назад поэтому такая чистая но суть в том что сразу хочу отметить по большому счету ничего не изменилось как было все прикольно так и осталось а единственный момент как и рекомендовал производитель нужно сделать вентиляцию хорошую но в каком виде вентиляцию не принудительную ничего там не на никаких вентиляторов ставить вытяжек а просто-напросто машка вот как я сделал вверху под потолком но еще не облагородил это все дело не было времени занят частом то огородом то еще чем вот два кирпича я вытащил он такую окошко такое сделал я из собью из доски рамку такую и в наземную просто с двух сторон я так думаю пластиком а то есть прозрачный пластик обобил и не буду упариваться делать там никакой не ока ничего там вставлять не буду ни евро окна но это свиньи хаяни живут в сарае нечем жить в каких-то там этих самых дворцах теперь смотрите с другой стены точно такую же сделал чудо в сарае в принципе не подготовлены для содержания свиньи изначально все это было мое желание непреодолимое но желание кстати вполне нормально себя он чувствует посмотрите выросла я уже показывал на предыдущих видео я их случил всех трех свинок две на улице бегают я их выпускаю сейчас специально на улицу они свиноматки у меня чтобы они немножко как бы не атрофировались у них мышцы чтобы они себя там ну как выгул для свиноматки очень важно скажем так у меня еще бабушка работала когда-то работала еще в советские времена на свинарнике она была как раз на маточном отделении где маточник там где не случались и где они принимали поросят от корм уже было другой бас но вот она именно на маточнике у нее были всегда выгулы на выгулах свиньи все лето в принципе жили у меня конечно живут они в сарае я такого сране какой они там разводят все перевернуть перекала шмадят я этого не терплю но выпуская их днем там по пару часиков они уже научились заходить выходить по команде заходят по команде выходят так отвлекся немного значит по подстилочки наши честно в летнее время она не так сырости нет грязи нет я ее перекапываю если честно вот там где одна сидит свинка раз в неделю а было даже по моему раз в две недели получилось так что я занятый был не было времени она в местах вот что плохо я никак не мог добиться от них чтобы они ходили в туалет не в одно место а по всему у них так не получается я уже заставлял то место где она в туалет ходи ходит постоянно но не получается короче у меня отключить ее и она ходит в одном местах моя перекопка заключается в том чтобы с того места перекинуть противоположный угол на штык там а сюда перекопать закинуть сухого но суть чем подстилка она разогретая внутри все как положено ничего не потеряла никаких своих функций все выполняется говном не воняет все чисто красиво свинялся вымазалась на улице гуляла в калюжу прыгнула жарим такое ну я градусник вешаю разница между температурой в сарае и на улице я не вижу никакой возле самой земли свиньи перестали просто рыть лёжки а живут просто на сверху подстилки единственное что сегодня ночью опять рыло наверно ночью холодно было они настолько умные что когда им холодно становится они начинают закапываться ну видно сегодня ночью было достаточно прохладно я на ночь тоже двери открыты остаются окна эти открытые ну в принципе в принципе все бомба не то что вообще нет никаких противопоказаний при по крайней мере вот весной весной я честно вам говорю открыто лето еще не было летом еще не держал зима бомба была не надо было в принципе особо не греть ничего не приспособленный сарай отлично все высидели весна тоже прошла отлично хотя температура поднималась градусов до 30 наверно у нас ну достаточно жарко было воду хорошо пьют много воды выпивают ну как много вот на 3 свиньи 20 литров два раза я наполняю за сутки считая не выбивает литров 30-40 вот так где-то воды но кусать меня зачем при этом я кормлю естественно сухим кормом а ну и сейчас там мне писали всякие гадости отвечаю сразу на все гадости да даю траву да потому что мне не надо уже я вырастил их до нужного мне веса так как это свиноматки я теперь могу спокойно их кормить и кабачком буду кормить и арбузом и какую только дрянью кормить не буду просто потому что она ну как не не нашим она набрала вес дикий не нашу поросят она приносила мне раза три-четыре а может и пять это они ну хотя бы раза три при этом не набрал вес 300 килограмм в данный момент они кормятся в принципе одной детьми а ну даю даю бмвд но только бмвд не по норме допустится 25 процента это не 25 процентов идет относительно корма намного меньше выгул да вот сделаем выгул классно смеялись а хихиха ха не надо смеяться я понял что выгул имеет очень большое значение во всем она даже у меня ходить лучше стало а то здесь сидя в этом к маленьком клетке она просто атрофия проходит она не может толком идти скачет какой кто пришел куда пошла ну вот жду кстати конец месяца сейчас где-то числах двадцать девятых тридцатых но начало следующего конец этого покажет погуляла у меня ну свинки супоросные линии так что по подстилке подведем итог подстилка работает весной точно работает продолжительность уже у меня содержание на подстилке этой свиньи 7 месяцев точно работает за 7 месяцев мне не надо было ее ну в принципе ничего там просто добавляю до уровня и потому она как-то из наших ну как бы наверно я не знаю может прессовывается может бактерии переедают я ну и снова бы меньше и вот это количество которое меньше стало я добавляю что еще ну естественно добавляю месячную норму там немного 5 грамм на голову таких там таких уж каких-то сложностей нет витя кстати витек для тебя снимаю это видео у меня знакомый он все это самое ну как мечтает заняться но он что-то стесняется не знает вот стоит ли а надо ли а вот это же если выкопать яму в сарае а это же йохан и бабай ну да выкопать яму это может чуть трудоемка будет зато в дальнейшем говно не носить это просто бомба при этом свиньи выросли уже до забойного веса я спокойно понимаю что вырастить свинью до забойного веса на подстилке не составит никакого труда она вырастет все у нее будет хорошо пол будет всегда сухо и чисто вот я хожу понимаете вот даже исходя из того что я хожу поэтому как бы должно быть а но везде тут меня сидит сутки напролет через 7 месяцев и мне все равно тапочки все чисто не ну конечно я не воняю скажу сразу тапочки надо будет отмывать там с мылом в какой-то я не знаю страшный какой-то химии все будет классно него не будет не денечку но я конечно помою тапочки может тоже но вряд ли они не рабочие на огород сейчас пойду опять работать в общем подстилочка работает если у кого есть желание заняться разведением свиней его пугает тот момент что свиньи это вонючие вонючие хорошие противные животные сразу говорю забывайте об этом если вносить этот самый бактерии сделайте глубокую подстилку теплый пол конкретно я работал брал бактерии фирмы водограй о чем напишу там внизу поставлю ссылочку на их сайт вы можете позвонить уточнить у людей более там подробно вам рассказать вопросы ответят ну из своего опыта хочу сказать сюда все работает водограй рулит не знаю как там насчет китайских бактерий сказать ничего не могу но конкретно водограй все просто просто отлично свинки живут в сухости в чистоте не воняют у меня никогда ничем они даже свинью не воняют йоги пауки я обнимите труся толкаю если кто держал свинок знает если бы так ногой тиранулся и надо было ноги отрубить чтобы от запаха избавиться а мне ничего это не грозит потому что у меня водограй и этот водограй дает мне возможность со свиньями даже играться мне даже дети играются со свиньей она и она это самое чувствует себя нормально всегда в чистоте всегда в сухости нету у нее никаких и жара на нее не воздействует но до пришлось мне сделать вентиляцию это да шума но в принципе производитель предупреждал что допустим в летнее время в теплое нужно сделать вентиляцию под потолком не создавался сквозняк на цене моим полом именно под потолочком а так как теплый воздух поднимается вверх вентиляция просто превосходно работает все отлично иди иди маша иди аж ты сумаса также ведь он не это самое сильно там себя не бойся ничего бери копай яму засыпая пилки и вперед все будет работать свиньи будут жить хоть на корм хоть на разведение все будет отлично ну а зрителям спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комменты спрашивайтесь что-то интересно узнать я поделюсь своим опытом потому как лучше 20 раз переспросить потом сделать по-своему и знать уже в конечной методе как сделать нужно было я лично я лично так всегда делаю до новых встреч